Развороченные отбойники и побитые машины – все это последствия массового ДТП вблизи поселка Мезмай. Этот красный автобус ранним утром выехал из Краснодара. В нем были студенты-геологи Кубанского государственного университета. Они ехали на практику в горы. В момент аварии там находился 21 человек. 15 из них пострадали, в том числе водители сопровождающей группы. Все были доставлены в Абширонскую районную больницу. В КубГУ говорят, что жизни студентов сейчас ничего не угрожает, все находятся в безопасности. С ними работают специалисты. Студентов всех доставили в Краснодар. В настоящее время они находятся в своих семьях. Психологическая служба университета в случае необходимости. Мы дали контактные телефоны. Ребята оказывают помощь. В следственном комитете предполагают, что причина аварии – скорость. Коммерческий перевозчик не рассчитал свои силы при вхождении в крутой поворот и слетел с дороги. Вот здесь начинается дорога на Орлиную полку, популярную достопримечательность Абширонского района. Туристы часто оставляют здесь автомобили. В данной ситуации припаркованные машины спасли пассажиров автобуса. Они сработали в качестве буферной подушки. К счастью, в них никого не было. Хозяева автомобилей гуляли далеко в горах и даже не могли предположить, что произошло с их машинами. Судя по всему, основной удар пришелся именно на этот автомобиль. Его буквально расплющило. Так что детали от него валяются в десятках метров. Впоследствии аварии могли быть другими, если бы в легковых автомобилях находились люди. Кстати, парковка там запрещена. И, нарушив правила, владельцы машин невольно предотвратили большую трагедию. Мы только ушли, и минут через 20 это все случилось. То есть еще хорошо, что мы все вышли. Вот знаете, вот как вот. И благодаря, ну я не знаю, может это, конечно, будет слушать, смотреться не так, но хочу сказать, моя машина спасла жизнь. То есть без жертв обошлось. Теперь во всех деталях происшествия разбираются сотрудники прокуратуры и следственного комитета. Владельцы разбитых авто переживают, что убытки им никто не возместит из-за того, что машины стояли в неположенном месте. Вот что об этом говорят юристы. Если причиной ДТП будет являться нарушение правил парковки, то такие лица не вправе рассчитывать на страховое возмещение. Если же в результате административного расследования будет установлено, что в ДТП виноват водитель автобуса, то, конечно же, они вправе обратиться за страховым возмещением. Уже известно, что автобус не прошел предрейсовый осмотр. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров». Добавлю, что это уже не первое подобное ДТП на этом месте. Год назад в дороге слетел автобус с туристами. У него отказали тормоза. Тогда погибли два человека, 19 пострадали. Сергей Потюков, Сергей Целиков, Кубань-24, Обширонский район, Краснодар.